По Ленинским горкам иду. На свете нет места дороже, где я был не в белом цвету, где шепчется с кленом береза. С первых минут пребывания в библиотеке городского поселения Горки Ленинский понимаешь, это не просто место, где выдают книги и периодическую печать. Здесь действительно занимаются с подрастающим поколением. Основанная в 1920 году местная библиотека никогда не переставала работать. Ее фонд насчитывает около 13 тысяч книг и посещает ее более 500 человек. Сотрудники учреждения регулярно проводят у себя различные мастер-классы, пытаются всячески задействовать детей и организовать им досуг. У нас проходят литературные кружки, досуговые мероприятия с детьми, как мастер-классы, разные викторины, конкурсы. Те люди, которые посещают библиотеку, мне кажется, они очень довольны то, что она у нас есть. Работа с подрастающим поколением для администрации Горок Ленинских является одной из важнейших задач. Делается все, чтобы занять подростков полезными вещами. Для того, чтобы вести здоровый образ жизни, можно просто быть увлеченным, заниматься любимым делом или иметь хобби. Для этого мы создаем и открываем различные кружки, где наши жители могут задействовать себя. Полгода назад по инициативе Центра развития молодежи «Юность» на территории поселения был создан молодежный совет, предназначение которого – доносить мнения и желания молодых горожан до местной власти, а также организовывать мероприятия и праздники. Наша работа помогает жителям собираться вместе, проводить здоровый образ жизни и получать огромное удовольствие. Мы существуем для того, чтобы жизнь в нашем поселке стала лучше. Еще одно направление по работе с молодежью – это спорт. Недавно в городе был открыт муниципальный тренажерный зал, рядом с которым располагается воркаут-площадка. Все желающие в возрасте до 18 лет могут посещать его бесплатно. Он работает с 10 утра, а в вечерние часы с ребятами занимается инструктор. Это очень актуально в том плане, что ребята не где-то, я извиняюсь за выражение, зависают в подворотнях, в подъездах. Они приходят сюда, занимаются, общаются друг с другом, что-то новое для себя узнают. Ну, в общем, интересно проходят вот эти вечера. Тренажерный зал пользуется большой популярностью у местной молодежи. После школы они бегут сюда. Я очень рада, что у нас есть такая возможность, потому что во многих поселках такой возможности нет. Очень приятно, что в нашем поселении есть качалка, что я могу в свободное время заходить в нее качаться, заниматься и так далее. С таким количеством выбора досуга у молодежи Горок-Ленинских не стоит вопроса, чем занять себя в свободное от учебы время. Любой без труда найдет для себя здесь подходящее хобби. Юлия Погосян, Алексей Иванов, Елена Кошлева, Видное ТВ.